1 августа, день памяти преподобного Дия Константинопольского. Преподобный Дий родился в Антиохии Сирийской в конце IV века в благочестивой христианской семье. С юных лет, возлюбив Господа, он стал строгим постником, очень мало спал и пребывал в непрестанной молитве. За такие подвиги Господь даровал святому бесстрастие и дар чудотворений. Однажды в сонном видении Господь повелел подвижнику идти в Константинополь и там служить ему, помогая людям. Поселившись в пустынном месте за городом, где люди боялись даже ходить, Дий с помощью Божией и знал оттуда злых духов. Он воткнул свой посок в землю и сухой посок дал корни, со временем вырос в могучий дуб. Так Господь показал, что ему угодно служение Дия на этом месте. Окрестные жители стали во множестве стекаться к праведнику за духовным советом и наставлением, а также за исцелением от телесных и душевных недугов. Приходил к святому Дию и император Феодосий-младший с патриархом Константинопольским Аттиком. Патриарх посвятил преподобного в священный сан и поставил его игуменом, созданного на месте подвигов Дия монастыря. По молитвам подвижника воскресали мертвые, колодец в обители наполнился чистейшей родникой водой, совершалось множество иных чудес. В глубокой старости преподобный Дий тяжело заболел и умер. Но когда для совершения погребения прибыл патриарх, старец неожиданно поднялся и сказал, что всемилостивейший Господь даровал ему еще 15 лет жизни. Незадолго до кончины в алтаре церкви преподобному явился святый муж в священнической одежде и предупредил о наступающем дне смерти. Возблагодарил Господа за извещение, святой Дий тихо скончался и был похоронен в своем монастыре около 430 года. Современному человеку крайне не хватает одного качества, которое даровал Господь преподобному Дию. «Это бесстрастие». «Бесстрастие не имеет врагов, не боится падения, чуждо неверия, безопасно от возмущений, не имеет пожеланий какой-либо вещи», — поучал Абва Исаия. «Бесстрастие — это обершина и расцвет духовной жизни, от него рождается настоящая жертвенная любовь, которой и призывает нас Господь. Всевозможные вызовы пытаются нас вывести из равновесия и погрузить пучину страстей. И каждый раз мы включаемся и реагируем эмоционально и страстно. Но страстность — чрезвычайно опасное состояние, которое сопровождается рассеянностью, блужданием ума, воздействием извне, излишней впечатлительностью. Страстный человек берется за многие дела, но ни одно из них не может довести до конца. Особенно сложно ему дается молитва, требующая максимальной степени сосредоточения. Современные люди боятся бесстрастия, отождествляют его с безразличием. Но бесстрастие не является бесчувствием, колодностью или равнодушием, а есть независимость и стойкость, подлинная духовная свобода во Христе. Мы все призваны стремиться к тому, чтобы достичь подлинной свободы и подлинной любви, то есть блаженного бесстрастия, а через него, по слову апостола, хотя бы гадательно сквозь тусклое стекло увидите Бога. Молитвами преподобного Дия, да укрепит нас Господь на пути спасения! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова